Томас Эртель 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 Он выступает снизить несколько лет. Фрейзер. Этот мяч будет защитным на старте этого матча. Но у нас это почти середина первой четверти. Касаткин на Коновалова. Макар атакует с дистанции и забивает. Не очень-таки вынуждать соперника эти самые правила нарушать. Забирать легкие очки из штрафной линии. Но пока что в атаке Эмба. Евгений Воронов. А виноват матч. Якушин. Хорошая придача на Минченко. Без нарушения правил. Снова Евгений со второй попытки забивает. С борьбы набрал два очка. Пошла последняя минута. Первой четверти. Ошибка Эртеля. Минченко отправляет пусть под Кивкоменко. И Александр писькут на атаку. Сейчас уже пора включать снайперов. И вот, собственно, Тимофей Герасимов. Дублевич на Мойрмана. Еще мяча продолжается. А вот Шпанов решил попробовать средний. Нож не попал. Дублевич. Вот страховал партнер. Стал давать передачу внутрь. Видел, что там находится Дублевич. Мяч получил бы этот мяч. Но куда выгоднее отходить с дистанции. Хоменко. Идет внутрь. Снова скидка на периметр. Пять секунд на атаку. К Навалову пора уже что-то придумывать. Макар со средней забивает. И сравнивает счет. 23-23. Для Шпанова сегодня вообще всего лишь второй матч в этом чемпионате. В первом провел 10,5 минут. Записал 4 подбора без набра качка. Молная заявка у МВА из 12 игроков. Есть фарфук, откуда можно игроков с необходимостью подтянуть. Хантер забивает этот мяч. И МВА действительно в этом эпизоде был. Подбор за Зенитом. Уже двукратное преимущество гостей. И Хантер набирает очки второго шанса. Выигранный щит решает в баскетболе многое. Лопатин. Атакует через Зубкова. Промахивается Минченко. Первый на подборе. И тоже. И прощает соперника за такую ошибку в воронке. Показывает нам статистика трехочковых. МВА не атакует чаще с дистанцией. Минченко. Еще два очка. Становится неудачно. Среди на второй четверти у нас. Воронов не забивает. Минченко. В тот момент, когда он попытался забить сверху. Мяч как раз не промах после серии попаданий. Поэтому снова обращают наше внимание на то, какое количество по броскам. Тиболистов московской команды. Кайл Гурич. 2-32. А Волькин. Снова Гурич открывается под получение. Хорошая припасовка. Но 3 секунды на бросок. Волькин отправляет мяч в корзин. Последнее в ладине. В первой половине. Фрейзер. Коновалова. Трент. Хорошая передача на артели. А Томас закрывает первую половину попаданием из-за дуги. 40-32. В момент того, что Зенит сильнее на подборе, Зенит действительно очень много отскоков забрал именно на чужом щите. Волькин со средней. Мяч в корзин. Конечно, отчасти связано с довольно плотным графиком. Хотя, с другой стороны, многие игроки, те, кто хотел играть в Евролиге, знают, что такое играть по два, а то даже и по три матча. Так что, Ставт Рушкин, которого мы уже с вами в паркете видели. Многие остальные баскетболисты играют вместе. Играет изоляцию. 4 секунды на бросок. Трент не справился со своим живедением. И Хантер отправляет мяч в корзину. Не поверил, что забил этот мяч. Перехват от Фрейзера. Вот, собственно, его хорошая защита. Скидка на Зубкова. И Казаткин выводит сейчас из этого атакующего владения от Зубкова. Но, смотрите, Андрей не стал вращаться в защиту. И все равно все-таки обгоняет. Зубкова. Один с замечанием. 5 секунд в этом владении. Фрейзер против Хоменко. 3 очка. Как уверенно. Как легко. Перехват. Француз не расстается с мячом. Какая передача внутрь. И Вольхин отправляет мяч в корзину. Александр Хоменко. Дрила Патин. Конечно, есть еще что доказать. В свое время считали надеждами ЦСКА. И сейчас уже не в другой камере. Удивительно, что самые эффективные игроки, как правило, это большие. Дублевич. Еще 2 очка. Нисколько полезных действий. Эртель Денис Захаров появляется впервые в этом сезоне на площадке. Получает мяч Захаров. Первые 3 очка. Ну, что точно остается одним из самых ярких и звездных футболистов турнира. Вот он сейчас с мячом. Шикарная передача в угол. И Дублевич все-таки забивает этот мяч. Максим Савченко появляется на паркете УМБА. Ошибается с передачей внутрь. Эртель. Скидка на Захарова. Денис еще один трехочковый. Снова мяч в корзине. Ковьер Пскуаль. Что мог, наверное, Дениса депутировать чуть пораньше. Не стали форсировать вращение. Тем более, что у Зениты и так была победная серия. До украшения с ЦСКА напомню. И сегодня продолжает свое победное шествие. Скорбляется на вершине турнирной таблицы. Мойерман совершает перехват. И забивает сверху. Сейчас в такой прыти. Кажется, он немножко медленным, неподвижным в каких-то эпизодах. Но когда нужно, готов включиться. И сделать передачу на Виктора Кудрякова. Спасает мяч. Тимофей Герасимов. Захаров. Третий трехочковый. Денис Захаров. Картель на Герасимова. Теперь тот один на периметре. Промахивается Клименко. Появилась на паркете. Забирает подбор. Клименко против Савченко. Артем забивает. Сыграет еще два поединка в 2023 календарном году. Встреча против Астаны. 21 декабря. И матч против лотомотива Кубани. 24-го числа. Делается тому, что сейчас он забивает абсолютно все свои броски. Конечно, не приходится. Немножко удивляемся эффективности и результативности. Первый этап прошлого сезона. Захаров. Нет, на сей раз бросать не стал. Жбанов. Первые два очка набирает. И чего еще хочется увидеть от своих подопечных Хавьер Псквалью? Возможно, сотни. Почему бы и нет. Две с половиной минуты еще играть. 13 очков для этого достижения нужно. Герасимов набирает. И это была домашняя игра. Захаров. Не стал портить себе процента. Для этого есть Георгий Жбанов. Но он забивает Георгий Жбанов. Сегодня обогнал даже Андрея Зубкова. Самый эффективный из российских игроков. Клименко блокирует Глеба Голодарева. Зенит уже атаковать не будет. Матч на этом подходит к концу. 93-48. Сверхубедительная победа подопечных Хавьер Псквалья. Сверхубедительная победа подопечных Хавьер Пскваль. Сверхубедительная победа. Сверхубедительная победа.